Православие Регулиозный объект на своей территории Ответ из одного слова Позвонили Здравствуйте, вы смотрите канал Витражи о вере в красках, рубрика Без глянца, и сегодня у нас в гостях Политолог Павел Николаевич Рудяков Здравствуйте, Павел Николаевич Добрый день Очень приятно, что вы пришли И скажите, пожалуйста, вот ваша оценка Визита Майка Помпео Вот его турне последнего Когда он заехал в Стамбул, не встретился ни с кем Из официальных лиц, но встретился с патриархом Варфоломеем и его визит в Грузию Как это отразится на Украине И в частности на Украинской Православной Церкви Ваш вопрос На Украине Тут только косвенно, может, каким-то образом Это может какие-то то, что А вот На Украинской Православной Церкви Нашей, да, это может быть отражение Тем более, что По тем сообщениям, которые были Уже официальные И американские государственные департаменты И другие источники В частности Вселенского Патриархата В беседе между господином Помпео и Кирвофолме Одна из тем, там 3-4 темы называются Одна из тем, это ситуация в Православии То есть получается, что Вроде бы Майк Помпео, наверное, человек мира Он на одну шестую, наверное, православный Его не должно было бы интересовать ситуация в Православии Но поскольку Америка большая страна То ее это тоже интересует И это не случайно Для нас, в данном случае Для Украинской Православной Церкви Для нас, как для граждан Украины Как для верующих людей Как для прихожан Украинской Православной Церкви Тут понятно, что это внимание Несет в себе сразу Целый пучок угроз Хотя бы потому, что ждать От американцев и лично От господина Помпео Каких-то позитивных шагов После того, что они наделали С Томасом для ПЦУ Вряд ли приходится подумать О том, что американцы Поняли, что поступили неправильно Продавив Томас И решили исправиться И навести порядок Сделать два шага назад После того, как сделали Восемь, вперед, абсолютно плохих Раскалывающих православие Понятно, что они этого делать не будут Несмотря на то, что Помпео Уже представляет администрацию Которая, скорее всего, Закончит свою Каденцию 20 января После инаугурации Следующего президента Но, тем не менее Угроза тут есть Позиция Вселенского Патриарха Тоже известна И тоже для нас Как бы она мало Приятна и мало конструктивна Поскольку продолжает Кирова Фроломей Это свою деятельность Такую Продвигать Этот папизм Так называемый В православии Который чушь Который абсолютно Вреден для православия Чушь, что он для него По сущности Это То, что вот Вселенский Патриарх Как Папа Римский Первый не только по чести Но и по власти То, что папизм Называется Поэтому Это раньше были Это раньше были такие Что крепости рушили Орудия Такие Которые били в стенку И разрушали Чтобы разрушать По крайней мере Единство Мирового православия Сейчас же вот Русская православная церковь С которой мы Украинская православная церковь Находится в тесном контакте И связи определенной Фактически Двумя словами Характеризуется Отношение между РПЦ И Вселенским Патриархатом Это Дистанцирование И конфронтация К величайшему сожалению Это означает Что в мировом православии Существует раскол И теперь дальше Поскольку каждое явление Развивается Дальше как Куда Или углублять раскол Или наоборот Лечить Врачевать раскол Как в церкви говорят Вы знаете Вот смотрите Мы видим Визит Помпео На Кипр И вот Кипрская православная На Кипрская православная церковь То есть Вот здесь же Мы видим Упоминовение Главы украинских раскольников Кризастомом Архиепископом Предстоятелем Этой церкви То есть И вот здесь Действительно Вы Сделали акцент На том Что могут быть угрозы Для украинской православной церкви Но в то же время Вот интересная игра Получается Патриарх Варфоломей Открыто поддерживал Байдена Американская Греческая архиепископия Архиепископ был Педафор Открыто поддерживал Байдена И даже выступал На конвенте демократов Тот вроде бы Помпео Человек Из той уходящей администрации Но видите Все равно Находит общий язык Как это объяснить Ну Американцев Весь интересы Есть Тем более В сфере религии Они же Эти интересы Они выходят За рамки Каждой отдельной администрации Они Варфоломей Для них Важный игрок В их колоде Хотел сказать Карта Наверное Так по отношению К вселенскому патриарху Неудобно говорить Козырная карта Очень козырная Самая козырная Они его еще будут использовать Там же Американцы же еще Продавливают Не только Эти Греческие церкви Не только Их Оттягивают От Москвы И соответственно С нами ссорят И нас с ними Как умеют Самыми жесткими методами В том числе Там же была история Когда Элазская церковь Нас признавала Накануне Там тоже И в Кипрской церкви Не все Абсолютно Своего представителя Позиции По нашей Ситуации Разделяют Там же есть Вы знаете И фронда такая Про наша Которая На наших позициях стоит Так вот В Элазской церкви Один Владыка Высокопоставленный Член Синода Элазской церкви Он умер Скоропостижен То есть Тут можно Американцы В этом смысле Очень конкретные люди Практичные Прагматические Но угроза Не только для этого Вот например Уже македонское Все государственное Руководство Северной Македонии Написало уже Варфолнею Письма И президент И парламент И премьер Написали письма С просьбой Предоставить Томас Для македонской Православной церкви Которая формально Существует С 67-го года Еще прикидана Но она не признана То есть получается Американцы И тут могут давить В Черноборе История очень плохая Там есть Ну там совсем Карикатурная Черноборская Православная церковь Которую Президент Джуканович Сказал Я значит Я атеист Я создам церковь свою Значит атеист Я создам свою церковь Ну то что же делается При участии американцев При жестком давлении Американцев Но говоря о Черногории Ну неужели там Политики еще не понимают Тот же Джуканович Получил по-моему Ну самую звонкую Пощечину Которую только можно Было себе представить На прошлых Их парламентских выборах Когда церковь Открыто поддержала Оппозицию Когда церковь Сказала Идите голосуйте Потому что Джуканович Выступил Против сербской Православной церкви Единственной Канонической церкви В Черногории Когда там Оппозиция Потом приезжала Даже встречалась Владыка Амфилохи Но и по сути Результат Вот был не в пользу Джуканович История в Украине Да Когда Порошенко Который активно Продвигал идеи Томаса Не переизбирается И сейчас мы видим Его далеко Не лидирующие позиции Его политическая сила Но неужели Их это ничему не учит В политике Все гораздо сложнее Это не футбол К счастью Или к сожалению Джуканович Правые выборы Проиграл Но сейчас Вот в Черногории Идет после выборов Сейчас идет как раз Структурирование Новой власти Парламент Уже новый состав Сколько выборов Парламентские были Уже они начали работу С купщины А правительство Вот сейчас заканчивается Формирование Буквально на днях Будет объявлен На следующей неделе На следующей неделе Уже будет объявлен Состав Нового правительства Но Ведь В новом правительстве Черногорском Из тех Кто победил На выборах Не все попали Сербские Про сербские Политики Не попали Получается Вот эта Американская лапа Она все равно Джуканович проиграл Но он свои Какие-то Сохранил Что касается Порошенко То тут еще История Смешнее Или веселее Или грустнее Он выборы Проиграл С треском Но ведь Политика Дело же Порошенко Живет и побеждает Как когда-то Дело Ленина Политика Порошенко Продолжается Во всех сферах Даже еще Усугубляется В некоторых сферах Поэтому тут Получается Порошенко Проиграл выборы Но не проиграл Ту линию Которую он Точно так же Джуканович Джуканович Остается Преволосец Джуканович Остается Президентом У них выборы Если я не ошибаюсь В 23-м году По-моему Президентские Поэтому тут Получается Что да Церковь Церковь В политику Крайне Редко вмешивается В таких форумах Как покойный Митрополит Анфилохи Светлая память Себе позволил Но это же Был вопиющий Тогда случай Когда Действительно Государство По сути Открыто Черногорское Открыто Подняло руку И не только Там на авторитет Сербской Православной Церкви Черногорско-Приморской Метрополии Поскольку В Черногории Вы правильно говорите Что православная Церковь Одна Каноническая Сербская Но и в карман Они же хотели Залезть Они же хотели Забирать И храмы И иконы Там очень много Имущества Такого Которого Которое Там Действительно Стоит Больших денег Получается Что это уже Абсолютно То есть Даже у нас Еще до этого Не додумались У нас храмы Забирают Но не государство Забирает Передают Этим не каноническим Раскольникам Всяким Отбирают И власть Власть сопутствует Да Сопутствует Просто помогает Но там Абсолютно Такой Рекетирский Или как это называется Рейдерский Рекетирский Надо русский язык Изучать Уже столько слов Украинских Украинских Вошло Что уже Трудно говорить Рекетирейдерство Это разные вещи По-моему Разные Я все-таки Думаю Разные Но Рекет Как бы Да Вымогательство Рыдерство Когда забирают Имущество Ну вот Тогда Когда государство Пошло Поэтому Тут Насчет Того Что Неужели Они не понимают Они понимают Но у них Есть Очень мощная Поддержка Вне Границы И государства У Порошенко Так И у Джукановича Так Это же Все-таки Как представители Проамериканских Сил В нашем Политическом Классе В нашем Черногорском В сербском Точно так же Это же Судьба Всех Малых Стран То есть Такое Впечатление Создается Что Америке Очень Интересен Такой Славянский Кластер Им Хочется Именно Здесь Посеять Какой-то Раздор Им Именно Здесь Хочется Повернуть Немножко В другое Какое-то Направление Мысли Людей Не знаю Направление Стратегическая Цель Америки Они Этого Не скрывают Это Не зависит От Администрации Она Или Как его Называют Спящий Джоэль Вялый Джо Он Все Время Генеральные Секретарицы ККПСС Отдыхают Выглядят Молодыми Футболистами По сравнению С дедушкой Которой Но это Американские Дела Поэтому Мы можем Только Шутить По-доброму Их Задача Они Сдерживают Россию Их Задача Сдерживать Россию И Соответственно Раскол Славянского Мира И раскол Православного Мира И перевод Части Православной Части Славянского Мира В антирусский Формат Это Один Или два Если брать Славянство И православие Как две Сферы Два направления Это Два механизма Два инструмента По Сдерживанию И по Ослаблению Россию Поэтому Они так активно Тут работают У них есть программы На это Специальные Вот сейчас Они сделали Международный Альянс За свободу Вероисповедания И Заинтересовались Как Последовать Верующих И будут Защитать Права Верующих Когда-то Я думаю Ваши зрители Тоже вспомнят Многие При СССР Американцы Одновременно Еще в 70-е годы Стали активно Защищать Права Человека В странах В СССР В первую очередь В странах Социалистического Лагеря И это Использовали Как очень мощный Рычаг По давлению На Советский Союз И он Действительно Работал Этот рычаг Так вот Теперь они Берутся С этим Международным Альянсом Это Дитящее Государственное Департамент И непосредственно Господина Помпе И он Представлял Он объявлял Об этом Он все время Курировал его Как первая Люция Этого Альянса Так вот Получается Что теперь Они собираются Защищать Права Верующего Человека А это То же самое То же самое Они говорят В Крыму Нарушают Права Верующего А ПЦУ Захватывает Наши Помпе Он не говорил Что вы знаете Там На Украине Что-то Наши Обижают Не наши По американскому Представлению Наши Не наших Обижать Не могут Соответственно Защита Прав Верующих Будет Против Наших Прав По всему Миру И по Славянскому Миру В первую очередь Да Они будут Защищать Тех Кого Они будут Считать Верующими То что Они Называют Вот права Эти права Ущемляются А другие Права Не ущемляются То что Священников Терроризируют То что Семьи Выбрасывают Священников Из домов Хотя Сейчас Слава Богу Их меньше Случай Но они же Есть Они же Продолжают Вот Перед записью Вы говорили Что пришли Итоги Местных Выборов Вы показывали Расклад Кто победил Как Кто набрал Сколько Депутатов Местные Советы В областные Советы А вот Скажите Насколько Изменится Религиозная Картина В Украине Исходя Из этих Результатов Местных Выборов Вот Насколько Поменяется Расклад Сил И может Быть Стоит Ли ожидать Очередной Волны Захватов Храма Очередной Волны Такого Наступления На Верующих Украинской Православной Церкви Ну Не знаю Тут Это Не я Представил Центральная Сбородная Комиссия Публиковала Свои данные Уже Окончательные Почти Окончательные 96% Результатов Уже Обработано Но там Нет разделения По крайней мере Я не видел Этой статистики Новое Не видел разделения На депутатов Разных уровней Там Общее количество Не знаю Но во-первых Тут Получается Что Сейчас Нет как таковой Эти местные выборы Подтвердили Нет как таковой Партии власти Получается Сразу Три-четыре Политических сил Идут Примерно Плюс-минус Слога народа Еще этому Приезжают На 3-4% Но тоже Не то преимущество Которое было У Зеленского Тром-тур Или у слоги народа На парламентских выборах Это уже малозначительно Поэтому тут Трудно Сказать Что будет Какая-то Консолидированная Позиция По регионам Другая ситуация По регионам Другие победители Это Но общеукраинского уровня Я понимаю Там же часто Какие-то местные партии Общеукраинский уровень Это считайте То что Средняя температура По больнице Включаем морг Или средняя зарплата У министра 300 тысяч У меня 10 А средняя хорошая Цифра Министра довольна Или там У нас 100 человек По 10 тысяч А средняя хорошая Министра Можно повышать Чтобы среднюю Притягивать зарплату То есть Это общенациональный уровень Такой более Абстрактный Нужно сказать По регионам По регионам Сохраняется опасность Украинская православная церковь Является Представлена У всех регионов Без исключения Причем примерно Пропорционально Количеству жителей Поэтому я думаю Что угроз Сохраняется Тем более Что мы же Порошенко же Нападал И его Эти чиновники Всех мастей Службы безопасности Нападали на украинскую Православную церковь Грубо и похабно Не потому Что это Порошенко хотелось Порошенко Отрабатывал Внешний заказ Ну и пытался Его использовать Для своей избирательной кампании Но Его замысел Стреском провалился Он на этой На этом томасе Или вообще ничего не выиграл Или выиграл 0,5% Которые Не спасли А это внешнее давление Будет продолжаться У нас Все равно Нам американцы Скажут Что у нас Мы кого-то обижаем Вот ПЦУ Не захватит 10 храмов За полгода Вот мы их обидели Они должны были По планам американцев 15 захватить храмы Ну а тут Как оно Я думаю Этот процесс будет И он Голотекущий Но идет Но тут очень Владык Антоний Сказал недавно В интервью Очень так Мудро И Как он умеет И правильно Что мы Не отвечаем Там злом На зло Если у нас Захватывают храмы Мы не идем Их отбивать Мы строим новые Вот это Такая Гуманистическая Истина Богоугодная Позиция Которая Поэтому Я думаю Что Тенденция Притеснения Украинской Православной Церкви Накрючайшему Заживлению Сохранится Но в то же время Вот смотрите Как вы оцениваете Вот насколько люди Мы видели Вот в прошлом году Президентские выборы Парламентские выборы Когда была у людей Какая-то такая эйфория И по сути Любой Абсолютно любой Кто говорил Вот я сейчас Буду с этой партии Да С партией Правящей нынче Монобольшинством То он получал Как бланши Возможность Войти в парламент И по сути Особо не разбирались Кто ты фотограф Или ты профессионал Или ты просто Человек Который там пишет Красиво в фейсбуке Неважно Новое лицо Слуга народа И все уже Подряды в кармане Или это еще осталось Нет Прошло Уже бренд Прошел Ну вы говорите Партия Слуга народа Нет Партии еще не было Тогда и сейчас Нет Есть бренд Есть фракция В Верховной Раде А партия же Она Это миф Они же так партию Не построили Им невыгодно строить Нет И нет необходимости Они Так как Порошенко Выигрывал выборы Или там Участвовал в выборах Вчера блок Петра Порошенко Сегодня Европейская солидарность Завтра будет блок Петра солидарного Или что-нибудь еще Меняется название Люди-то те же Кто-то приходит И направление тоже Это все технологии Но эйфория Прошла Тут уже Повторить невозможно Но это Я не думаю Что люди верили У нас Мы не глупая нация По крайней мере Мы не самая глупая нация Украинцы всегда Отличались Украинцы всегда Любой народ Я думаю так Он умнее своей власти Просто что Когда тебе предлагают Выбор без выбора То ты выбираешь Ты уже надеешься Хотя знаешь Что это все равно Мекина На который тебя В очередной раз проведут Ты все равно Надеешься Рассчитывая Ну и кроме того Слуги народу Тогда помогло И ее избирателям Помогло то Что голосовали За кого угодно Лишь бы против Петровых людей И под эту гребенку Попали и не Петровые люди Которые проиграли Очень серьезные Солидные Скажем Богуслав проиграл Себя Который выигрывал Любые выборы Все выборы А его там Какой-то полуславодибный фотограф Его и победил Вот что нельзя было поверить Это если букмекеры Принимали ставки Это можно было Миллионером стать сразу Поставив на проигрыш Богуслав То есть это небо и земля Понимаете Это космический корабль И таракани бега И таракани бега Победили Богуслава Слово Но я думаю Что И таких примеров Десятки были Я думаю Что это прошло Уже Поскольку Ну вот Киевские выборы Ирина Верещук Сла на И то что Партия набирает Сколько они там По-моему 12% В Киевсовет А она под этим брендом Набирает По-моему 5% Хотя она стартовала С 8% Получается Что то что Она слуга народа Ей пошло в минус А не в плюс Ну Киев Правда тут специфические Такие Представления Избирателей Киев город Как бы отдельно стоящие Но тем не менее Мне кажется Это показатель Слова народа Это уже Прошло Смотрите Зеленский Когда он Пришел к власти Он откровенно Дистанцировался От религиозных вопросов И даже Его первая встреча С патриархом Варфоломеем Он даже Не захотел Подписывать документы Да нам сказали Какое-то соглашение Об экологии Но что там было На самом деле Мы не знаем Вторая встреча Зеленского С патриархом Варфоломеем Он приглашает Его в Украину Приехать С визитом Этой пандемийной истории Может быть На День независимости В 2021 году Вот Как расценивать Такое вот изменение Такой вот поворот Просто От безразличия К религиозному вопросу К очень серьезному Религиозному интересу Ответ из одного слова Позвонили А поскольку Владимир Александрович Свободно владеет Английским языком На который ему позвонили Он сразу понял Что ему надо делать Но здесь есть еще один момент О котором мы мало говорим Или почти не говорим Ведь Тогда когда Шла подготовка К подписанию Томаса К Варфоломею Ездил тогда еще Президент Порошенко И они 3 ноября Скажите я скажу 18-го года Да выборы у нас были В 19-м Значит 18-го года Они подписали документ Соглашение Между Вселенским патриархатом Подпись поставил Вселенский патриарх И государством Украина Подпись поставил Президент Украины Само соглашение Состоит из 4-х Или из 5-ти пунктов Но есть Оно опубликовано В том числе На официальных Источниках А вот к нему Дополнение Или какой-то там был Документ По которому Государство Украина Обязалось передавать Варфоломею Объекты Регулиозные объекты На своей территории Под лозунгом того Что это когда-то Принадлежало Константинопольской Киевской метрополии Под Константинопольской Юридикцией Но там были объекты Скажем Вот Андреевская церковь Которая не была В то время Строила Елизавета Уже Не имея В 18-м веке А то было в 17-м веке Что лет спустя На русские деньги Построили Какое имеет Варфоломей К этому отношению Там есть два объекта В Одесской области Одесса вообще никогда Не была Одессы тогда Когда Одесса Вообще никогда не входила Та часть вообще не входила Киевская метрополия Под Константинополем Занимала Треть территории Современной Канонической территории Украинской Православной церкви Современное государство Украины Поэтому я думаю Что Зеленскому сказали Что нужно выполнять Эти обязательства Американцы давят на нас И мы к сожалению Не защищены От этого давления У нас чтобы защититься От американского давления Нужно создавать баланс Из какого-то другого давления Другое давление Это Россия Ну Китай Но Китай православием Меньше занимается По моему Китай не православная страна Или православная По моему нет Надо проверить Надо проверить Есть и некоторые Антихристианские Такие настроения А вот эти Помпеевские Международный альянс За свободу и вероисповедание Китай там идет Даже перед Россией Под номер один Они уйгуров Там этих самых Притесняют Они мусульман Притесняют Получается что Это альянс Это дубина против Китая Которые главные соперники Против России Которые то главные То не главные То перед Китаем То после Китая Но все равно Это дубина Получается для них Вот это От нас это большая беда Когда Они используют Наши вот эти Внутренние Внутренние наши вещи Они используют Для того Чтобы нас Выковыривать Расковыривать И чтобы гадить Китай В России Захотят Еще кому-нибудь Гадить Будут Нам же и гадить А мы все Это должны А это же Наша жизнь Это же Петр Кучевич Толочка С которым Вы знакомы И он Будучи у нас На интервью Говорил Что для нас Православие Это гораздо больше Чем вера Это самонастоящий Цивилизационный выбор Вот что для вас Православие Как бы Украинская православная церковь Ведь казалось бы Сейчас модно Для разных Политологов Экспертов Показывать Свою такую Супер патриотичность И говорить Вот мы теперь там С другой стороны Ну а почему Вы Все таки Защищаете Украинскую православную церковь И довольно твердо Стоите на такой позиции Ну если сказал Петр Петрович Толочка Я только могу согласиться Потому что Мне еще рано Спорить С такого уровня Людьми И лично С Петром Петровичем Но это Безусловно так Это Православие Это элемент Нашей идентичности Православие Это элемент Нашей украинской Национальной идентичности В эти Американские проекты Переостройства мира Ломка Национальной идентичности Входит Как один из элементов Американцы Очень умные люди Очень технологичные люди Очень Нам бы у них Получиться Вот например В Сербии Они ломают Уже 30 лет После распада Югославии После бомбардировок Варварских Агрессий США и НАТО Против Маленькой Югославии В 99-м году Они ломают Идентичность Сербскую И в значительной Степени Преуспели Они раскололи Нацию И часть нации Вот это то что называется Европейский выбор И так далее И так далее Это ломка Идентичности И православие Православная вера Я не Принадлежу К верующим Которые там Регулярно ходят На службы И так далее К сожалению У меня так сложилась Жизнь И так сложился Этот путь Но я считаю себя Православными Это часть Моей идентичности Индивидуальной Если мне сейчас Скажут Вот тебе Какие-то Блага мира Давая Дела Европейский выбор Ну Не знаю Придется тогда Думать Что себе Оставлять Или Европейский выбор Или свою Идентичность Которая Вы знаете В православном мире Самая большая Ценность Это передача Отца к сыну Того духа Который Господствует Семье Ну и каких-то Материальных вещей Понятно Мы тоже живем Как бы Живем и телом Тоже Не только душой Но основное Это передать Отец должен Передать сыну Свои Вот эти ценности То что сейчас Деволюбировано Слово И вот Зеленский бросился На конституционный суд Кричит Ах Ценности Я не потерплю Всех уволю Какие ценности Нарушение конституции Это ценности Это демагогия А ценности есть Реальные Вот эти ценности Православие Это одна из Когда они на Мунию навязывали В 1596 году Это тоже была Ломка идентичности История повторяется К сожалению К сожалению В негативном для нас Ключении Вы смотрели Рубрику Без глянца Канал Витража Вери в красках Подпишитесь пожалуйста На наш канал И напоминаю Что у нас в гостях Был политолог Павел Николаевич Рудяков Спасибо большое Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok